Как актёр, чем я только не занимаюсь. Я играю в театре, естественно, это моё основное место работы. Я снимаюсь в кино достаточно прилично, записываюсь на радио, на разных, на радиотуры я записывал и как режиссёр, и как актёр. Как автор сценария, на радио «Вера», ещё, ещё. То есть работа такая. Скажем так, кроме дубляжа, я занимаюсь в плане актёрской профессии практически всем, что возможно. Ещё преподаю. Максимально повлияла школа Петра Наумовича. И не только. Потому что педагогическая деятельность, она не зациклена на чём-то одном. Благодаря тому, что мы в своё время очень много ездили на фестивали, нас отправляли, мы были, мы исколесили весь мир. И помимо основного процесса обучения, который происходил в ГИТИСе, да, это тоже на меня очень сильно влияло и обогащало. И в этом плане педагогическая деятельность для меня, она каким-то образом естественно выплыла, что ли. Потому что мне всегда это нравилось, всегда было интересно попробовать. И я вначале преподавал в школе-студии МХАТ на курсе Евгения Борисовича Каменковича, он меня позвал. Потом я пошёл в Щепкинское училище, это курс Беллиса Иванова, где была, царствие небесное, великий педагог Рим Гавриловна Солнцева, у которой я тоже очень многому научился. И вот после этого я уже рискнул, так как Игорь Владимирович Яцко мне предложил, в МГПУ набрать курс. И предложение было очень заманчивым, в том плане, что я привожу своих педагогов. Вплоть до педагога по танцу, по движению, по речи, ну и по мастерству, естественно. Вот по мастерству у меня педагог, мой бывший студент из Щепкинского училища. То есть такая не то, что преемственность, а общее понимание. Зритель всё реже, в театре особенно, может воспринимать длинные вещи, а театр – это не клип. Наверное, он сам не знает зачастую, особенно молодой зритель, чего он хочет. Так как вокруг него столько всего, и интернет, и всё остальное, просто он бедный. Они, наверное, в какой-то момент, как кушат, то холодную воду наливают, то горячую выливают, то холодную. Он такой контрастный душ всё время. И он никак не может прийти в себя, чтобы просто остановиться и подумать. А что вообще происходит? И зачем всё это надо? Об этом вот, когда я преподаю, я с ребятами на первом курсе, и не только на первом, очень много об этом. Не то, что говорю, нет. Заостряю внимание. Хочу, чтобы они научились думать. А в актёрской профессии думать не только головой, но и сердцем, и телом, и душой. Один из основных критериев для актёра – это обаяние. Оно либо есть, либо нет. И для меня очень важно, чтобы люди были честны, хотя бы перед собой. И старались, пытались думать. Очень важен выбор материала в этом плане. Многие, знаете, как поступают, и пытаются угодить, понравиться. И очень много показывают. А мне интересно увидеть ребят такими, какие они есть. И дальше я буду смотреть, попытаюсь угадать их человеческие качества, что очень сложно. А для меня это очень важно. И, конечно, обаяние. Если актёрское обаяние есть, а это видно. Неважно, что они читают. Прозу, стихи, басню, поют. Кто-то в танец пустится, кто-то возьмёт инструмент, на котором умеет играть. Это замечательно. И вдруг в этом он раскроется. Он будет естественным и обаятеленным. Ну, вот эти вещи я постараюсь увидеть. Ничем. У нас всё то же самое. Они учатся все те же четыре года. Занятия по мастерству, речь, вокал. Много общеобразовательных предметов. Единственное, что, наверное, здесь есть, и, кстати, может пригодиться в будущем. Вот сейчас у ребят на четвертом курсе есть. Педагогика. Психология педагогики. То, чего, в принципе, нет. Ни в одном актёрском вузе, наверное. Но я думаю, что, имея в дипломе, вот в этой выписке, перечне дисциплин, которые там есть, имея такую дисциплину, они могут официально где-то даже уже преподавать. Может, в каких-то детских студиях, может, ещё где-то, может быть, и как-то ещё. Это же тоже часть профессии. И я думаю, что это хорошая штука. В театральных вузах не принято отпускать ребят на съёмки. Да, наверное, на первом курсе хочется их попридержать. Но сейчас я их всех отпускаю, потому что понимаю, что это их жизнь и их профессия. Я более-менее состоялся в этой профессии, а им надо состояться. Поэтому пусть снимаются. Пока эпизоды, сериалы, ещё что-то, ещё что-то, ничего, ничего, все с этого начинают. Это нормально. Редко бывает, что тебе сразу, вот раз кто-то тебя увидел, тебе дали главную роль. И это чудо. Пока такого чуда нет, но ребята работают, где-то что-то ищут. Кто-то, я знаю, где-то там что-то пытается преподавать. Дай бог. В театрах пока больше ничего нет. Пока мы только на курсе ставим спектакли. И я надеюсь, что ближе к весне я начну звать людей из разных театров, режиссёров и кинорежиссёров. Потому что мы иногда зовём вторых режиссёров, кастинг-директоров, чтобы они посмотрели на наших ребят. Лучше смотреть в спектаклях. Не просто вот, да, можно всех посмотреть, выстрелились. Нет. А в спектаклях тогда видны способности, видны обаяние, видно, на что человек способен. И видны разные ракурсы этого человека. И пусть придут, посмотрят. Я очень надеюсь, что кого-то из них возьмут, потому что ребята очень хорошие. Очень. Я уже вижу, что они обученные, они понимают какие-то вещи и по-человечески хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова